Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый. Разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать ту песню, которую вы очень много просили и писали мне в комментариях, писали мне в директике. Дарья, пожалуйста, разбери песню «Мальчик на девятке». Что ж, сегодня мы будем разбирать песню «Мальчик на девятке». Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть, просто новую укулеле. Тогда музыкальный магазин Skift Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду DASHIKIRPICH действует скидка аж в 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skift Music разыгрывают гитару! Гитару Кару! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как оно у тебя будет выглядеть. Слишком мало, чтобы звать меня гулять. Тебе 17, а ему все 25. Он подарил магнитофон мне и цветы. А ты? Что? Пока он на разборках леса полосит. Ты едешь в свою школу на автобусе. Ты знаешь, что он криминальный элемент. О нет, не может быть! А мой мальчик едет на девятке по автостраде вдоль ночных дорог. Я окружилась с ним на танцплощадке. Ты и дальше будешь одно. Только больше не надо слов, не нужна мне твоя любовь. Убегу у тебя и сяду на такси. Только дело совсем не в нем, извини ты ныне о чем. Я не буду с тобой, даже не просим. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И вся песня у нас строится на четырех аккордах. И первый аккорд, аккорд ДМ. Мы с вами зажимаем вторую струну на первом ладу. А третью и четвертую струну на втором. Далее из этой конструкции мы с вами уберем третью струну на втором ладу. И получится аккорд ФА. Следующий аккорд, аккорд А диез или по-другому Б бемоль. Мы с вами зажимаем полный или неполный баррэ на первом ладу. Уже чувствую дискомфорт. Типа, о, Дарь, в этой песне есть баррэ. Я вам сейчас объясню, как можно сыграть и без баррэ. Но, да, если у вас возникают трудности, обязательно посмотрите видео про баррэ. Я там все подробно рассказала, показала. И оказывается, это не все так сложно, как мы думаем. Мы для этого аккорда, если мы будем играть через баррэ, зажимаем полный или только нижний и две струны. Как красиво звучит уже, да? Далее достраиваем третью струну на втором ладу и четвертую струну на третьем. Вот так вот может сыграть, может сыграть так. Это, как бы, скажем так, полный нормальный вариантик. Но, а кому сложно играть вот в таком вот варианте, мы можем сыграть вот в таком вот варианте. Новая форма. То есть мы взяли форму от аккорда G и просто ее сыграли от пятого лада. Тоже B бемоль, тоже A диез, все то же самое. Кому удобно, вы можете сыграть. Единственное, вот для этой формы вам нужно будет приглушить четвертую струну, чтобы у вас не было вот этого. Не совсем благозвучно, поэтому мы можем ее чуть-чуть приглушить и сыграть так. Более подробно в этой форме мы зажимаем третью и первую струну на пятом ладу, а безымянным пальчиком зажимаем вторую струну на шестом. Отлично. И последний аккорд, аккорд А. У него также будет две вариации. Первая вариация это стандартная, где мы зажимаем третью струну на первом ладу и четвертую на втором. Или же, если мы возьмем аккорд B бемоли или А диез вот тут вот, то съедем на лад назад. То есть мы будем всю эту конструкцию играть с четвертого лада. Прикиньте, это тоже аккорд А. Обалдеть! То есть у нас есть аккорды следующие. Д, Э, М, Фа, А диез и А. Или Д, Э, М, Фа, А диез и А. Да, вот это может быть немножко высоковато, но посмотрите, кому как удобнее играть, кому как удобнее петь. В принципе, на этом связка аккордов заканчивается, потому что мы будем играть и в начале, и в куплете, и в припеве. Вообще, где только можно это сыграть, мы это сыграем. Это у нас с вами было что касаемо аккордов. Теперь разберем правую руку. И в этой песне получилось так, что от начала до конца в правой руке мы играем Бо-шестерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Мы это с вами будем играть один раз на один аккорд. Или... Как вариант. Но если вы от начала до конца не хотите играть один бой шестерка, возьмите любой другой бой. Пятерка та же самая, по-другому это вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Можете ее взять. Можете взять какой-нибудь с приглушением по типу вниз, заглушка, вверх, вверх, заглушка. Тоже неплохо звучит, особенно вот тут вот. А мой мачек едет на деревянке, по автострите в до ночной дырак. Как вариант, у вас есть столько различных боев, используйте. Вы можете это все миксовать, то есть в куплете сыграть один бой, в предприпеве другой бой, в припеве другой бой. Пользуйтесь, пожалуйста. Но я вам покажу по оригиналу, то есть от начала до конца шестерка. Как это будет выглядеть первый куплет. Слишком молод, чтобы звать меня гулять, тебе семнадцать, а ему все двадцать пять. Он подарил магнитопон мне и цветы. А ты? Что? Пока он на разборках, извиняюсь, в лесополосе. Ты едешь в свою школу на автобусе. Все знают, что он криминальный элемент. О нет, не может быть. Пошел предприпев. А мой мачек едет на девятке, по автостраде вдоль ночных дорог. Я кружилась с ним на танцплощадке, а ты и дальше будешь одинок. Пошел предприпев. Ещё раз припев. Только больше не надо слов, мне нужна мне твоя любовь. Убегу от тебя и сяду на такси. Только дел совсем не в нём, извини, тут и ни о чём. Я не буду с тобой даже не просить. Так, надеюсь, более-менее понятно. Дальше у нас с вами идёт типичная структура второго куплета. Второй куплет точно так же будем играть. Там опять же будет предприпев и припев. Так, погнали, посмотрим второй куплет. Он носит кожаную куртку, это класс. А на твоих ногах палёный адитас. Мне нравится мир, а что ты играешь рок. Ну, ох, странно. Прости, что я с тобою так и не сошлась. Просто твоя судьба ещё не родилась. Тебе всего семнадцать стоит подождать. Лет пять, условно. А мой мальчик едет на немятке. По автостраде вдоль ночных дорог. Я окружилась с ним на танцплощадке. А ты и дальше будешь одинок. Пошёл предпев. Только больше не надо слов. Не нужна мне твоя любовь. Убегу от тебя и сяду на такси. Только дело совсем не в нём. Извини, то ты ни о чём. Я не буду с тобой даже не проси. Ещё раз припев. Только больше не надо слов. Не нужна мне твоя любовь. Убегу от тебя и сяду на такси. Только дело совсем не в нём. Извини, то ты ни о чём. Я не буду с тобой даже не проси. Дальше там есть такой небольшой прогресс. Где мы просто играем связку аккордов. Два раза подряд. И ещё раз. И опять повторяем припев. Только больше не надо слов. Не нужна мне твоя любовь. Убегу от тебя и сяду на такси. Только дело совсем не в нём. Извини, но ты ни о чём. Я не буду с тобой даже не проси. Вот, в принципе, как-то так у вас и будет выглядеть песня. Если у тебя остались какие-то вопросики, то обязательно почекай, посмотри по тайм-коду. В какой момент тебе было непонятно, не пересмотри. Ну или же просто напиши в комментариях. Я постараюсь на всё ответить. Если тебе понравился данный видос, то обязательно поставь лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Ну а также я тебе напоминаю, что я могу видеть все твои умения, старания и хотения по укулеле. Достаточно выучить любую песню и мелодию с моих разборов. И выложи к себе обязательно в профиль в инстаграмчике или в сторис, не важно. Но самое главное, отметь меня, Даречку Кирпич. И тогда я всё вижу, замечу и дам обратную связь. Ну а если ты хочешь поддержать моё творчество в финансовом плане, то можешь приобрести у неё сборничек или мерч. Или задонатить любую сумму на донат-аддерс или подписаться на области. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Замену им получат клёвые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok